ПОДПИШИСЬ НА КОНЕЦКОМ ЯЗЫКЕ Пожалуйста, не кричите. Не бойтесь, я вам сейчас всё объясню. Хорошо? Я вас помню. Приходили со следователем. Вы в опасности. Я просто хочу вам помочь. Зачем? Чтобы помочь найти убийцу вашего мужа. И вас спасти. Мне ничего не надо. Подождите. Не говорите так. У вас всё ещё будет хорошо. У вас вся жизнь впереди. У вас родится ребёнка. Вы будете счастливы, поверьте. Ребёнок? Ага. Разве он вам врач не сказал? Вы беременны? Тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо-tem pentru mieux. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ты что, не понимаешь, что я каждый раз отправляю тебя на эту работу? Я боюсь, мне страшно, человек не может постоянно жить в страхе, я не могу постоянно жить в страхе, ты это понимаешь? Люба, запомни, добро должно быть с углоками, иначе всему конец. Реально люди-барнаны. Придумали железо тягать, как лошади какие-то. Смотри, тошно. Не нравится мне раскладся в виде обли. Стрёмно всё как-то. Расслабься ты. Папик всё разрулит. Своей головой надо думать. Так а ты подумай. Ты же наследник. О, что тебе говорят. Ты прикинь, сколько бабосы на тебя свалится, когда папика не станет, а? Вот, а я тихо могу. Я тихо могу стоять. Никола Материал. Никола Материал. Никола Материал. Никола Материал. Никола Материал. Мы делаем все возможное. Преступник, который приходил к вам в больницу, уже объявлен в розыск. Мы можем, конечно, предложить вам охрану, но мой вам совет. Лучше уезжайте отсюда на время. Куда-нибудь. Так будет лучше. Я поняла. Ясно. Я пойду. Любовь нет. Подождите. Вот вам моя визитка. Вдруг что-нибудь вспомните и звоните. Спасибо. До свидания. А ты здесь каким ветром? Ты что, следишь за ней? Слежу. Только я не могу за ней следить круглосуточно. Ты теряешь одного свидетеля за другим. Если ты не дашь ей охрану, ее убьют. Миша, это неоспоримый факт. Русаковский, задумайся. Помимо твоей служебной карьеры, еще существует карма, которая у тебя заметно портится. Дай моей карме дожить до пенсии. Что тебе этого не надо? Круглосуточной охраны для свидетеля. Слушай, не делай кислое лицо. Это в твоей прямой компетенции. У меня дел по горло. Понял? В рамках программы по защите свидетелей. Да нет у меня людей. У меня каждый человек на вес золота. Слушай, если ты не дашь ей охрану, я про тебя такой репортаж сделаю, что у прокуратуры соберется весь союз по правам человека. Это не Фанайлов монстр. А ты? Да, Миша. Да. Кормовый не портится. Типун тебе на язык. Что с бабой? Женщиной. Про нее забудь. Пошла на поправку. Ее доктор лечит. Два-три дня и вылечит. Что-то еще? Папа. Мне очень нужны деньги. Дай мне работу. Про китайский снежок слыхал? Это типа что-то героин, но только больней. Говорят, чуть дозу увеличишь. И все, ты труп. Типа героина. Это синтетический наркотик. В тысячу раз сильнее героина. У меня прямой канал. Разбросаешь по городу партию через тех получающих. Справишься? Конечно, справишься. Ресурса хватит. В этой туре примекание с первой дозой. Через месяц весь город будет мой. Целый город убитых торчков. Целый город. Значит, генофонд великой страны тебя совсем не волнует. О какой стране ты говоришь, папа? Ладно, иди уже. Иди, жди звонка. Тоска какая. Рубашка, а где моя рубашка? На, сейчас. Макс. Открывай, милая. Если гора не идет к Магомеду, то в Магомед... Ой, мы сами идем. Так, где пропадаем? На телефоны не отвечаешь. Сама не звонишь. Куда подевалась? Свадьба испугалась. Ну, ничего, это в первый раз у всех бывает. Ты на разочек давай. Привидение. Спасибо. Бери. Чё, даже платье смотреть не будешь? Или свадьбу отменила? В следующий раз попрошу предоплату. А то ищи вас потом. Брачующихся. Максик, привет от меня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Вот черт, сигареты кончились. Здорово, волкодавы. Ну не волкодавы, а наружное наблюдение. Здорово. Здорово, Саня. Так, ребятки, пошел я за сигаретами, а вы тут разбирайтесь. Русаковский, кстати, бросает курить. Ну, эти басни о второй год слышу. Ну, как дела? Нормально дела. Вот сидим по твоей милости. Спасибо тебе, добрый человек. Ну, ладно уж. Ладно, ладно. Ну, вообще-то как, Петрович? Нормально. Устал, Саня. Знаешь, хочу на пенсию, хочу внуков нячить. Да, внуков это хорошо. Да. Слушай, а ты не знал этого Макса? Да нет, ты знаешь, так, привет, пока. Нет. Да. Вот ведь как бывает в жизни, да? Человек всю жизнь воевал с будняками, жизни рисковал. А тут на тебе. В отпуске, да и в такой замес попал. Ну, а патрульник больницы, помнишь? Пацан же, мальчишка, совсем. А ты знаешь, у меня тоже в отпуске такая история была. Я с Варькой решил пойти в кабанную билет метить. Петрович, с собой ничего, только травматика. Заходят волосы, рожи. О, здоровые. Ты куда? Сань, ты посиди, мне кое-что проверить надо, ладно? Рацию слушай. Хорошо. Надо жить. Надо жить. Ты же скоро сдальшь от Сум, Макс. Теперь есть ради кого жить. Пошку бросил, руки поднял. Дернешься, стреляй на поражение. Копытом двинул. Девочка, выйди на улицу, мне с товарищем побеседовать нужно. Саня, вызывай на ряд, поднимайся в квартиру. Клиент готов к разговору. Да, да, Павловская, одиннадцать. С вами все в порядке. Подождите меня в том машине. Вон, Бабин. Ничего не бойтесь. Ох ты, блин. Петрович, ты как ранен? Сань, беда. Пошевелиться не могу. Хотел ему наручники накинуть. А он какую-то дрянь в меня сунул. Все тело занемело. Ты его догонял. Далеко не могу идти. Я ему ногу прострелил. Ты терпи. Терпи, Петрович. Я тебя сейчас в скорую вызову. Отвезусь тебе домой, будешь. Будешь внуков нянчить. Смешно. 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 Ты что творишь? Черт. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ты уверен? Работа единственное лекарство запомни Сядь, ну сядь, поговори Ты же детский психолог, профессионал, сама должна понимать, только работа тебя спасет Я должна уехать? Зачем? Да продолжай ты работать, детям помогай! Послушайте, я себе помочь не могу О каких детях может идти речь? Ладно, если надумаешь, есть у меня для тебя работа И видеть никого не будешь, и с людьми сможешь общаться Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Он кукловод, а его куклы исполняют приказания Ну а что я могу сделать? Ты же сам все видишь Миша Подожди, не перебивай, с одним согласен, что Простой смертный киллера такого уровня не потянет, так что это явно кто-то из богатых Да это не кто-то, а он Ну и что, прикажешь бежать к прокурору и требовать ордер на арест только потому, что ты так думаешь У меня же нет ничего Ничего? Миша, ты же сам мне сказал, что при первом разговоре с ней она приблизительно описала трех парней, которые убили Макса Вот именно, приблизительно И под это описание приблизительно подходит сынок Фанайлов Чем тебе универсия разрабатывает? Да бред это универсия, под это описание приблизительно подходит половина города Она тебе еще что-нибудь рассказывала? Да что она может рассказать? Она же ничего не помнит Ну может быть хоть что-то? Да, Гаврила вроде бы одного, но татуировка на шее А с чего ж ты молчал? А что? А то, что у сынка Фанайлова тоже татуировка на шее Она ее описала? Нет, говорит, что не помнит Нужно задерживать Фанайлова со своей компанией И Люба возможно их обознает Все, все просто А за что мне его задерживать? За что? За незаконное ношение татуировки? У меня, кстати, есть сведения, что последнюю неделю Фанайлов младший ездит на новенькой машине Ну, знаю, на шикарной машине А куда он ел старого? Понятия не имею Слишком много совпадений, Миша Совпадения, Саша, совпадения, а не факты Именно поэтому они и называются совпадения Давай с тобой зайдем по одно место Ты с ума сошел Мне в прокуратуру надо Ничего на то ли В прокуратуру смеешь Ладно, черт с тобой, давай Мы только на одну минуту Давай на набережную Здорово 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 Что, нормально все? Ага, все ништяк Пошли Деньги А то Эээ, ты что пересчитываешь? Мне не доверяешь что-то? Давай иди отсюда Да иди, иди, все нормально тут Валим по словам Привет Привет Буйное дело Кто вчера ночью грохнул часовщика? На углу Да вы что? Какой нахер часовщик? Я до утра на щеке парился Ну, подержи Смотри Это дедушка Макаров Он старенький, но яйца отстрелил на раз Кто мог убить часовщика? Да вы что-то попутали Я отвечаю, это не я Я отвечаю, не я А кто мог? Ну, кто, кто угодно мог, но не я Ай Санчо Санчо мог со своими пацанами А он кого угодно бы угробил Санчо? Да, но отвечаю, не я Хорошо Славодин Ээ, а Вопросы есть? Я не понял, что, часовщика грохнут? Грохнут Миша Если ты не займешься сыном Фанелла Ты ж бросаешь кое-нибудь С такой работой бросишь Любовь Аркадьевна, а я хотела вам еще кое-что рассказать по секрету Вы же выслушаете меня Настюша Слушай, ты Ты иди к Зинаиде Марковне, она тебя там ждет Поговори с ней Ну вы же не бросите меня А давай мы с тобой вечером по мороженому съедим Ты скажи маме, что я зайду, хорошо? Хорошо Ну ладно, иди Угу Гордина Ну давай, цел, можно пробовать в тебе Дима, я же просила на вокзал. А так, короче. Машину остановите, пожалуйста. Чего ты нервничаешь? Ты мне скажи, такую красавицу, кто тебя одну... Остановите машину. А может быть, все-таки погадаемся? Кто тебя думает, что... А? Уба! А вот это вот такой разговор. Я тут сразу понял, что ты, девушка, сговорчивая. Дернешься, я тебе твое хозяйство все продумаю, понял? Убери его от него. Вон она. Откуда вы только беретесь, а? Кто вас таких ублюдков рожает? Почему вас, как тараканов, сразу не давят? Больно! Не дергайся, я сказала. Открой дверь, и уходи. Уходи. Дура! Дура! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Загнанных лошадей пристреливают, слыхал? Что-то случилось? Ты плохо выглядишь? Я не в городе. Это плохо. Может, мне поменять исполнителя? Мне нужно машина и время. Машина не проблема. А времени у тебя нет. Если менты арестуют моего сына, и она его опознает, мне придется убирать также и его. А тебе когда-нибудь приходилось убивать собственного сына? Я закончу заказ. У тебя три дня. Потом наш контракт будет разовым. Можешь идти. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Павел Борисович. Уберите это. Он уволен. Понял. Здравствуй, Леша. Здравствуй. Здравствуй. Как-то несправедливо это все. Не надо что говорить, Леша. Ты собираешься, что ли? Уезжаешь? Да. У нас тут тоже все. Комбат с двумя ножевыми в больнице лежит. Приехали какие-то из города. Отморозки. Понадобилось им. Вот это все вот. Наши. Хорошо, мужики какие-то проходили случайно. Это сувенир. Боек с точенами. У тебя все только сувениры. Настоящие-то есть что-нибудь? Конечно. Красавец. Такие до 1950-го выпускали. Состояние, конечно, у него идеальное. Барабанцами зарядное. В наше время, конечно, заряжать не очень удобно. Но вещь практичная. Как говорится, семечки плюет. Аж корлупки не разбрасывает. Это как? Ну, это вот в современном оружии, да? После выстрела гильза, она вылетает. А этот гильзу в барабане оставляет. Вот так. Бах. А улик нет. Ну, у тебя это ни к чему. Леш, продай, а. Тебя зачем? Нет, Люба, ты чего? Да забери ты свои деньги. Деньги забери, Люба. Тут патроны, но могли отсыреть. Если что, новое возьмешь. Стрелять-то умеешь? Надо будет научиться. Стрелять-то умеешь. Люба, заходи. Чем вам айс? Отец говорил, и государство, и народ тебя не защитят, не обогреют. На себя только надейся. Я тогда не понял, к чему это вот. Вот когда Господь Бог Ирину соленой прибрал, тогда понял. Давай. Помянем, не чокаясь. А что с ним не случилось? В городе пьяный наршивенький. В велосипеде катались. Он их смял, как бумагу. Сказал по начальникам. В общем, дело замяли. Она рассказывает, что ты. Не историшь, Борис. Зачем это? Только если все где-то, где-то и... Горис. Ты себя замразив сякой не губи. Я уже гублены. Нет. Жить захочется. Немножко подождешь, и захочется. Научите пользоваться. Нет, нет. Смотри. Держишь двумя руками. Вот. Руки прямые. Вдох. Ноги пошире. Вес тела равномерно распредели на обе ноги. Давай. Что, русский есть? Почему эту дорогу такой называют? А ты покатайся по ней, поймешь. Ну, бля, там один еблан уже въебался в меня. Я пока не знаю. Вечером сюда приди. Часиков девять по Москве. Спасибо. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Танкуем. Малый, держись. Давай. А ну, цепочки. Подвиньтесь. Дай бабкам посвящать. Ты понял, я как с Центхом. Там народ собрался. Очередь выстроилась. Хлеба требует и зрелищ. Пойдем. Пока, куколка. Мамы! Живи, скай! Погнали. Привет. Здорово. А телки хорошие. Здорово. Что, принесли? Давай. Тут это, половина. Ну-ка, дай. Какая половина? Рыжий, ты же должен. Помни, я отдам. Честное слово, отдам. Я просто через неделю отдам. У меня с баблом дубят. Короче, слушай. Друг неделя. Семь дней, Рыжий. Потом счетчик, потом порежу. Понял? Понял. Понял. Серьезно, отдам. Рыжий, ты должен. Значит так, правила те же. Если винты берут с веса на кармане, все в отказ. Кто ментам сдаст, найду и убью. Добрый день. Сегодня у меня, а завтра всплываю. Слышь, Санчик, там менты насчет вас пробивали. Ну и что пробивали? Там разные спрашивают. Но я мокила. Так что, мне бы скидку надавали. Скидки не будет. А что не будет? Они реально прессуют. Я нем как рыба. Что не будет? Что? Я сказал, скидки не будет. Понятно. Тогда я в отказ. Еще вопросы есть? Ага. Все, расход. Слышь, Санчик, деньги верни. Здравствуйте. Выпиши денежку. Сейчас. Да, конечно, денежки. Этот, этот. Какой твой, а? Не задерживаем очередь. Вот что, пацаны. Окей. Кто много говорит, тот часто терпит неудачу. Это этот, макеавеллиц, нет, 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 этот узкоглазый. Трош. Лауцей. Попресс. Лауцей. Ветерочком. Люська задолбала уже. Кладовку покрась, покрась. Ох, достало уже все. Да, да. Ну, давай. Я тебе так скажу. Нет правды на свете. Мы сами все правы. Вот точно. Тут, ну, твоя малая шарится. Смотри, чё ты? Маска! Маска! Иди сюда. Иди к папке. Хорошенькая намчила. А то. Это мне не папа. Может, мы ее... Сюда иди, я сказал. И чем это я хуже бабки тебе, а? Если бы мой папа был жив. Пей. Ты чё, брезгуешь? Как со своими сопляками в подворотне всякую брду пить? А я, между прочим, тебя с хорошим человеком хочу познакомить. Ну так. Он нас в гости к себе зовет. Хочешь, я тебе конфетку? Я не хочу. А ну стеть! Пей давай, я с козля. Нет, я не хочу. Пей давай, я с козля. Эй, я! Ну, сасадка, ты и козля. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Настя! Настя, подожди! Любовь Аркадьевна. Настенька, ты почему не дома так поздно, а? Что это? Это кто сделал? Это дочь? Я должна вам кое-что рассказать. Он говорит, что я уже взросла, и... Только вы никому не рассказывайте. Тихо, тихо. Настя! Настенька! А что ж ты от нас убежала, а? Мы тебя ищем, ищем. Мы же обещали, дядя Паши, в гости пойти. Нет, я боюсь, я не пойду. Не бойся. А если я не пойду, он маму убьет, а у нее маленький будет. Идем, а? Она... Она с вами никуда не пойдет. А ты кто такая, а? Не, ну ты видала, а? А ну иди сюда! Иди сюда! Тихо! Да не дергайся, а! Стоять! Че? Руки от ребенка убери! Ой, ой, ой! Какие мы смелые! Настя, беги! Ни матери, ни подружкам ни слова, понятно? Ты чем пугаешь, а? Ты же не выстрелишь! Ты же баба! Тихо! Тихо! Субтитры сделал DimaTorzok Стоять! Че? Руки от ребенка убери! Ой! Ой! Какие мы смелые! Настя, беги! Ни матери, ни подружкам, ни слова, понятно? Ты чем пугаешь, а? Ты же не выстрелишь! Ты же баба! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Как? Как тебе, а? А вот это уже хорошая идея. Ну, из тебя сигарета. Давай-давай-давай, курить хочется. С меня яичница. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Алло. Зинаида Марс-Марковна, простите, что так поздно. Это любовь. Да. У тебя все нормально? Да. Вы про работу говорили. Я готова. Вот и молодец. Когда ты можешь приступить? Все равно, когда. Хоть сейчас. Тогда езжай прямо сейчас на Курнатовского 18. Хорошо. А я туда позвоню. Хорошо. Ты всегда была умница. Да. До свидания. Но запомните, что без выходных ситуации не бывает. Даже если вас съели, есть два выхода. Так что грудь морковкой, хвост пистолетом. Доброй ночи. Я от Зинаида Марко. Люба, заходи. Да. Все будет хорошо. Держите себя в руках. Если возникнут вопросы, звоните. До свидания. Я Инна. Очень приятно. Молодец, что пришла пораньше. Я наконец-то высплюсь. Устала как собака. Так. С чего начнем? Мы с тобой. Городская служба психологической помощи. Работаем днем и ночью. Ну, по сменам, конечно. Значит, вот тетрадь. Сюда особо опасных суицидных террористов, угрожающих фиксирую обязательно. Остальное можно так. Значит, курим мы снаружи. У тебя зажигалки нет? Вот. Расходятся они где-то часу к двум. В смысле расходятся? Ну, основная масса звонков приходится на ночное время. Так что особо выспаться не надеясь. Сначала будут грузить очень. Сложно грузит. Ну, ничего, привыкнешь. Вот. Даже любимчики появятся. Любимчики? Ну, да. Те, которые звонят постоянно. Подружки такие. Главное, к сердцу умереть, ты ничего не поднимай. Я ничего не упусь. Ну, я пошла. Удачи. Да, и смотрите, засни. Служба психологической помощи, говорите. Здравствуйте. У меня погиб муж. Его убили. А следствие тянется уже два года. Это несправедливо. Я не хочу так. Я вообще не хочу жить. Понимаете? У-ау-ау-ау. Служба психологическая помощь. Ну, я не хочу жить. У-ау-ау. У-ау-ау. на болезни привет ну как дело я всю ночь на ногах давай там чё там клубе тишина не трупов не следов крови но правда он эксперты что-то нарыли но результатом у нас здесь чего ну а здесь чего видишь два трупа два выстрела идеальные по точности по характеру выстрелов это был профессионал да и у одного из убитых обнаружили охотничий нож но воспользоваться ему ножи не успел мигалы где-то хоть сань давай русаковскому привет все спасибо тебе большое сань тебе чё делать больше нечего да кстати ты где пропадал давненько не видел тебя ну дела дела любился не пасет начинается да ладно явно влюбился ты сам вместо того чтобы по подворотням здесь ладить кстати выспался бы лучше хорошо я бы на твоем месте с утками спал с утками да а я бы на твоем месте женой спал в отличие от некоторых я женой а вот если ты женился тогда совсем дай мне интервью все снял давай стойбой задвижим здорова папа вот первая партия улетела давай еще давайте твоя давалка будет свою долю забрал вечером получишь вторую партию остальное через неделю так что там за бабы решаем вопрос что ребята кто с моста съезжает преимущество наши подожди 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 я повтори пожалуйста ты же обещал говорю кто съезжает с моста преимущество наша не изучить если бы не ты папа я бы ссор я бы ссор я бы ссор я бы ссор тушу раз завтра уже обрешал бал Борисович все хорошо все хорошо Вы весь материал получите в среду. Люба, вы меня помните? Да. Вы так и не позвонили. Я узнал ваш телефон у следователя, звонил, а вы не отвечали. Мне сказали, что вы уехали. А вы что, следите за вас, что ли? Нет, что вы. Здесь кое-что произошло. Я снимал репортаж, потом иду, смотрю. Вы сидите. Я позвоню обязательно. Простите, мне надо идти. Подождите. Простите. Скажите, а вы, может быть, хотите позавтракать? Чем вы теперь занимаетесь? Уже вышли на работу? Да. Только это другая работа. Я… Ну, вы, наверное, знаете, я детский психолог. А работать с детьми сейчас мне непросто. Я работаю в службе психологической помощи. Стараюсь людям по телефону помогать. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Что с вами? Простите. Показалось. Может быть, все-таки вам еще рано работать? Спасибо. Спасибо. Поезжайте куда-нибудь, отдохните. Хотите, сходим куда-нибудь с вами вечером? Что вы больше любите? Театр или кино? Нет. Не получится никуда сходить. Я по вечерам работаю. Потом для меня работа сейчас — это самое лучшее отличение. А вы чем занимаетесь? Раньше работал в следственных органах. Теперь занимаюсь журналистикой. Снимаю репортажи на криминальные темы. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло, слушаю вас. Говорите, я вас слушаю, ладно? Тсс. Алло. Алло. Ошиблись, наверное. Знаете что, Саша, вы меня простите, но я совсем не голодна. И сходить у нас с вами никуда не получится. Мне домой нужно. Спасибо. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Любовь, вам нельзя возвращаться домой. Человек, который за вами приходил, может прийти еще раз. Вы за меня не беспокойтесь. Я его не боюсь в этом смысле. Я свободен. Подождите. Не идите туда. Пойдем у тебя в свои препятки. Я вещи соберу. Не волнуйтесь. Вал, есть куда идти. Да, есть. Я на работе передачу. Я movies. Я взяла. Я всюду Merkel. Валерий. ГУДС. ГУДС ГУДС. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Видно, судьба у меня такая. Людей казнить. Сань, у тебя прям хобби попадать в неприятности. Но ты же процедуру знаешь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну что, как вы? Все в порядке со мной. Все в порядке. Спасибо. Слава, я же предупреждал вас. Все это очень серьезно, и лучше уехать из города. Что вы собираетесь делать дальше? Дальше? Работать. Вы мне скажите, вы узнали, кто этот человек, кто его нанял? Вы хотите, чтобы я спросил у мертвого киллера, кто его нанял? Вот Подгорнов его застрелил, сам пусть и спрашивает. Хорошее интервью может получиться. Я просто хочу, чтобы вы нашли убийц Максима. И чтобы вы, чтобы вы их наказали. Вы понимаете это? Послушайте, Любовь Евгеньевна, Виновность преступников в суде подтверждает уликами. Понимаете? И мы работаем. Не жите. Спасибо. Поверьте, мы делаем все, что в ваших интересах. И в ваших же интересах поговорить с Подгорновым, чтобы он не вмешивался в это дело. Он не объективен. А ты объективен? Да, я объективен. Да поймите же вы, наконец, правосудие – это система машин. Найти убийцу вашего друга еще не значит его покарать. Этого мало нашей системы. Нужно его еще осудить. А вот с этим у нас бывают проблемы. Большие проблемы. Как вы узнали, что этот человек придет сегодня ко мне? Я не знал. Просто подумал, что вам нужна компания. Я решил вернуться. Ты что, там не без качества никого? Спасибо. А че все стоят, блин, по-моему, ребят? Татар походу. Обычный переход. Ребят, кто едет на бюджет-дор? Служба психологической помощи. Слушай. Ханство. Рукость, крики, насилие. Ночью молодежь под окнами бесуется, о нем соседи лимонтируют. Вчера парня в соседнем доме зарезали. А я хочу покоя. Покое, понятно. Она всегда была такое, даже когда мы были семьи. Даже когда умерли наши родители, даже когда я знал, что у меня было. Я терпел годами, но силы качают. Терпеть это не свобода может быть и хорошо. Да? Сил больше нет. Да, забьет это черт. Ты на скальне красный, да? Да, 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 да. Смысл есть. Он меня использовал и выбросил. Капкул был. Использовал и выбросил. Не давал скорость. Может, куда вот этот назад елезти? Он только дорогу перекрыл. Вот эти полные. Покрасованные. Скажи. Как это будет? Он еще не был. А у них там трудовик лютый. Как ты? Фамилия Бобков. Бобков. По-любому не советующий. Он их и бьет. И отрывается всяко. Я уж в рану писала. Да только что. Советовщий. Вот сегодня ты отмажешь. Да вижу, вижу. Чего? Пока, полноте. Не давать, дочка. А то как бы они Миши ничего не сделают. А у меня кроме него нет ни того. Видишь перед тобой синяя Ренофа? Да. Из-за инвалидности. Вот из-за нее. Сейчас, короче, по обучке ехал. Украина, а ты где стоишь? Я в другую сторону еду. Я тебя уже проехал. А, понятно. Я стою вон за Флайзом, за черной кустой. Я бы с тобой тезки. Да. Видишь ли Леша. Я два раза видел, как криминалист Милицкий обид не моет брови. Первый раз, когда познакомился со своей Танькой, она к нему на практику приходила Второй, когда обнаружил ДНК саратовского маньяка Наши полусосы, подели их полоса встала А, вот сейчас третий раз Знаешь, тогда давай монтируем А я подведу по-боже Что там говорится? Чувак заблочился, просто стоит на странице на роли Ребор там у нас Привет Привет Яблочко хочешь? Нет, спасибо Смотри, там чувак на дне Ты давно здесь работаешь? Я? Шесть лет Все, вроде бы, двину Ух, почему так долго? Тут вот какая штука, понимаешь, здесь мир с изнанки видишь Только твоя картинка поменялась Я вот пока не просекла Никак не могла себе в толк взять Ну вот, есть же суд, так? Есть обвинение, есть преступник А я кто? Что я делаю в этой ситуации? Ну вот, казалось бы, все очень просто Взял автомат, все плохих расстрелял и все А, это тут пацан 21-53, он специально с белым стоит А, это да, специально, чтобы сдвинулись О, наконец-то А ты сейчас куда едешь? Я не знаю, не прошу, перейти, штист Привет Ты че хочешь меня увидеть рядом с ним? Блять, Розовый, ты заебал здесь, блять? Ну, как положительного? Не ловишь на лаганат, ты не волен И пока я ощупь забил, я, так сказать, вернулся к своим истокам Ты как раз там вернулся? Алкоголь, официровок Прям как из-за чего-то Я не за этими таяхом следствия А зачем? Ты мне лучше расскажи про пулю, которую ты сегодня будешь Мне интересно, с кружи, ты мы сейчас стоять будем Слушай, ты не ловишь я конечно не специалист но создается впечатление что какой-то дедушка что понимаешь садимہ алекс в сущности это исторический артефакт В смысле? В этом смысле? Пуля из штакана. Хара черная, она лучшая. Смотри, светсовая. Топорная. Хароколочка. Медная. Но гильзы. Партура. Штакан образца 1895-го года. Если слышишь, он отмечается в земле. Вы получите из тридцати метров. Из тридцати метров. Три сосновой доски в два с половиной сантиметра. Нас, Господи. Боже. Как же я забыл. Управление-то шумя. О, шумя. Разрешите поздравить вас с удачной охотой на кидра. Может, к нам вернешься? А? Санечка? А ты знаешь идеи? Пойдешь ко мне? Встречка! Так, все, забыли? Не дай... Я так уже... Не закусывай печень. Максим, секундочку. Уходим. Надо не выходить. Что так паркуется, Борисович? Выедешь. Уходим. Простите, а вы, Ововцев? Уходим. Участковый. Уходим. 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 Из криминальных рудей. Верно. Я вас узнал. Может помочь? Можно. Я знаете ли здесь производил закупку канцелярских принадлежностей, пройдемте, а? Знаете ли, работать сейчас? Все, пишем, пишем. Отчеты. Протогалы. Скажите, а вы машину не закрываете? И только жаль, они не синхронизировали этим во всеми, потому что это у кого-то есть, но у кого-то нет. Пройдемте. Вы ко мне по какому? Интервью будете брать? Ну, можно и так сказать. Стреллингом? Да. Ко мне здесь телевидение, так что машину закрою. Гулит, нас трески забыли. Пройдемте. Вот, пожалуйста. Ну, что вам сказать? Вы записываете, да? Да нет, я так забыл. А, ну, хорошо. Ну, что? Они оба были проблемными. У каждого по две судимости. За разбой, изнасилование. Один потихонечу успевался, а у второго каждый день темп больше. Извините, пожалуйста. Участковый Орловый сослушал. Мам, я... Да, я покушал. Да, да, вкусно. Я не могу сейчас говорить. У меня телевидение. Все, я тебе тоже. Мама. Мама. Так на чем я остановился? Дебоши. А, да, дебоши. Ну, что, у него... Жена беременная. Дочь. Правда, не его, а... Жена первого брака. Отчим избивал мать. Девочка вызывала нас, а... Мать боялась давать показания. А недавно он ее сломал. А еще... А еще... У меня закрылись такие подозрения, что... Отчим к девочке... Как бы это сказать... Не испытывал нездоровое влечение. Ну, вы понимаете. Я насилованный? Угу. Так что... Жалеть о них вряд ли кто-то будет. Чайку? Нет, спасибо. А что девочка? Раз у вас... Раньше закрадывались подозрения. Ну, а что? Подозрения? Подозрения? По ней заявлений не где. Перевезена. Мы ее в Феникс направили. Феникс. Угу. Это для подростков? Да, центр для подростков. Куда из всего Котовинска едут? А вы... Придачу будете делать? Да. Только надо кое в чем разобраться. Разберешь? Не нравится мне этот рыжий. Стремный какой-то. И глаза все время туда-сюда. Да торчу, пожалуйста. Вот на измене у него глаза постоянно туда-сюда. А? О! Тюхач-трюкач. Че, принес? Да. Тут ты это... И долги, и... И остальное. Присаживайся. Давай-давай. Да. Сегодня берешь последнюю партию. Следующая партия только через неделю. Но тебе хватит. Пока сбросишь это, на неделе пролетит. Ого. Бери. Ты чего такой бледный? Рыжий. Я ночью синьки перебрал. Мутит. Мутит. Ну ты береги здоровье. Здоровый теле. Здоровый, да? Ну я пойду. Иди. Давай-давай. Стоять! Ребят, ничего не трогаем. Да еще это машинка. Вставай его. Вернись! Стой. 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 Тихо-тихо-тихо. Давай-давай. Тихо-тихо-тихо. Вставай его давай. Вечер за мешочкой загорается. Огонь пытает лопну ворю. Пошел, пошел, пошел. Забивает отцовских нарах. Порядок. Давай-давай, пошел, пошел. Пошел, пошел. Девчонки, а кто из вас Настя Глубина? Я ничего не знаю. Значит, ты Настя? Скажи, а ты знаешь Любовь Аркадьевну Кленскую? Она у вас работала. Я ничего не знаю. Скажи, пожалуйста, ты видела ее 14-го числа вечера? Ничего она не видела и не знает. Здравствуйте. Ищете кого? Вы родители? Нет, я журналист. Просто хотел Насте пару вопросов задать. Девочки, подождите на улице. Послушайте, мы пытаемся восстановить психику этих детей. И я никому не позволю разнюхивать здесь. Я ничего не разнюхиваю. Я просто хотел... Вы не поняли. Неважно, чего хотите вы. Коля, извините. Настенька, Настя, что? Пойдем за мной. Приготовились на выход по одному руку за стадо. В общем, так. Звонили из лаборатории. Результаты по порошку уже готовы. С минуты на минуту поднесут. Отлично. Судя по весу того, что у них изъяли, им светит лет 8, не меньше. Ну, будем надеяться. Давайте. Любовь Евгеньевна, сейчас вы увидите людей. Посмотрите. Субтитры подогнал «Симон»!